Галина Катыш продает арбузы уже больше пяти лет. За это время изучила все нюансы сезонного бизнеса. Бахчевые лежат на подонах, залежавшиеся в разрезе отсутствуют. Женщина заверяет, документация тоже в порядке. Сами ягоды из Краснодара, говорит, сладкие, как мед. Этот сезон вообще шикарный. Кто купил арбуз вчера, все пришли к нам, все довольны покупателям. Стараемся всей душой к покупателю подойти, выбрать, рассказать, подсказать, чтобы были довольны, и на завтра они опять пришли. Мини-рынок проверяет врач-гигиенист. Сезон продажи арбуза в самом разгаре. На товар у продавцов должны быть документы, которые подтверждают. Ягоды без нитратов. Превышение нормы чревато кишечной инфекцией или отравлением. Спелую ягоду выделяют контрастные полосы. Твердая и блестящая корка. Плюс высохший хвостик. Еще одна важная деталь – пятно сбоку. Если оно белое, то арбуз лучше не брать. Оно должно быть оранжевое или желтое. Обращают внимание гигиенисты и на способ хранения. Это касается всех объектов общественного питания и торговли. С начала года зафиксировано 217 нарушений. Трещины, вмятины, глубокие царапины тоже недопустимы. Половинки, даже завернутые в пищевую пленку, непригодны к употреблению. Наиболее частым нарушением является реализация резаных арбузов и дыней. Санитарными правилами это запрещено, потому что когда нарезается арбуз, дыня, теплая жаркая погода, влажная среда, сладость, сахар. В связи с этим происходит размножение микроорганизмов. Кроме того, нет условий, где можно помыть инвентарь для нарезки. Это нож. Максимальный штраф физлицам – 960 рублей. Юрлица и вовсе могут лишиться 16 тысяч. Для торговли бахчевыми также недопустимы никакие машины и точки вдоль автострад. Легальная продажа возможна только под навесом в специально разрешенных местах. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.